Всем привет! С вами Юра Кураж, и мы продолжаем проходить Аверном Escape from the Pit. И, казалось бы, для вас, наверное, прошло всего два дня, а вот для меня прошел целый месяц, потому что я успел в какой-то момент на период записать много-много эпизодов, а потом Pillars of Eternal, и всё вот это, и как-то было не до этого. Поэтому, если где-то я буду вступить, то извиняйте. Ну, и, собственно говоря, в прошлый раз мы с вами вроде как разобрались с товарищем Лаграном, надавали ему по шапке, я очень долго ждал этого момента, потому что он от нас как-то умудрялся ускользать постоянно. О! Ладно, пригодится. Вот, поэтому сегодня, я думаю, этот данж мы закончим, ну, точнее, мы его, скорее всего, с учетом того, что в прошлый раз мы уже Лаграна прибили. Ух ты, броня плюс 8%, нифига себе. А меч вот обычный, э, песочек, даже не знаю, броня 8%. Наверное, это стоит больше, чем плюс одна сила. Ну, не стоит, в смысле, по деньгам, а именно по характеристикам оно, наверное, круче. Так, кирка-лопата нам не нужна, окей. И я, чтобы как-то освежить вообще свои воспоминания об игре, залез в Крестлок. И там такая интересная запись, что, типа, в Дармане мы встретили ведьму, и надо с ней поговорить на тему того, где же начать поиски какого-то местиария, который она ищет сама. Так, здесь, видимо, ничего. Да, и здесь тоже ничего. Отлично. Ну, давайте попробуем тогда... Это мы, скорее всего, использовали. Да. Это мы все использовали, здесь мы все обошли. Там мы эту штуку рассеять пока не можем. Жаль. Ну, окей, тогда отправляемся на волю и заодно заглянем в Дарман. Хотя, может, у нас еще есть квест на вот этих бандитов же. Логово бандитов. Ха. С наградой можно обратиться к Эллисону. Это Форд Шафран. Давайте заглянем еще и туда. Так. Так, Эллисон. Who the fuck is Эллисон? Вот здесь, наверное? Блин. Кто такой Эллисон? Такое ощущение, что они от нас прячутся. Не, ну серьезно. Эммм. Окей. Дилберт. Так, понятно. Это не Дилберт. И не командир новых. Окей. Черт возьми. А тогда... Правильно? Это же Форд Шафран. Я нигде ничего не спутал. Вы входите в Форд Шафран. А, да. Окей. Это есть. Дальше. Логово бандитов. Та-дам. А. Если охотник за головами... А. Старо Шеллисон из крепости Шпиль. Ого. А что за крепость Шпиль? Ладно. Так. И нам надо... Нам надо... Нам надо... Нам надо с вами зайти в... Блоск? Нет. Во, Дармон. В Дармон нам надо зайти с вами. Кажется, это он. Солдаты. Коровки. А вот это, кажется, Дармон. Да? Да. Шикарно. И нам нужно найти с вами ведьму. Которая там просила что-то ей найти. А, еще раз. Бестиарий Валарима. В Дармонии встретили ведьму. Она не назвала своего имени. Отлично. Нам снова тогда надо найти ведьму эту. Это может быть она? Нет. Черт. Вот так вот возьмешь квест. И потом все. А, здесь можно немножко притырить, наверное, вот этого вот Ладана. Но мы так делать пока что не будем. А, во, ведьма. Так. А, я могу вам еще чем-нибудь помочь? Какое-нибудь задание? Она думает. Так. Бестиарий Валарима. А, в библиотеке башни магов. Во. Ништяк. Библиотека башни магов это уже что-то. Это уже какое-то направление. А плюс башню магов нам давно надо было зайти. И так. Собственно говоря, насчет проклятия, которое на нас наложено. История такая, что я разглядывал ачивки игры на стиме и обнаружил вот эту вот картинку. И эта картинка была как раз к достижению за то, что мы прокляты и нас отличили. В общем-то, я сходил сначала в Формелла, думал, что там, но нет. Ну, и в общем-то... А, Трэндл говорит. Вы не следуете тропой истинного пути, но я все же помогу вам. Что вам нужно? Я получил это ужаснейшее проклятие и не могу избавиться от него. Может, вы поможете мне? Он внимательно смотрит на вас. Хм. Мерзкая штука. Не знаю, как вы подцепили это проклятие. Но думаю, что смогу вам помочь. Правда, это могучее заклинание. Поэтому из боеволения я хочу 500 монет. Это много денег, но у меня нет выбора. Платим 500 монет. Трэндл читает заклинание ослабления проклятий. Затем заклинание избавления. Затем заклинание преграды, которая помешает проклятию снова вернуться. Все это занимает много времени. И под конец вам кажется, будто вашу кожу сильно обожгли и натерли солью. Однако, спустя пару болезненных часов работа завершена. Жуткое проклятие снято. Отлично. А, вот. И мы получили, как вы видите, награду. Так, и нам надо бы зайти в библиотеку башни магов. Я так подозреваю, где-то она вот здесь, по-моему, была. А, все еще не очень хорошо ориентируясь в башне магов. И в библиотеку, по-моему, мы особо не заходили. Так, и так. Наверняка нам... А, вот. Это определенно именно та библиотека, которую вас просили обыскать в Дармане. Несколько часов вы проводите в поисках бестиария Валарима. Наконец, вы находите грубый каталог, который подтверждает худшие подозрения. В башне магов бестиария нет. Вам придется сообщить эту печальную новость. А, ну, вообще, давайте быстро сбегаем, сообщим ее. Так, нам тут просто близко это все. И как раз, наверное, самое время осмотреться вокруг башни магов. Сделать я это собирался давно. Там у нас очень-очень много всяких неопознанных земель. И мне кажется, что по уровню-то мы выросли. Иссохший старый алхимик продолжает свою работу. Она игнорирует все, что вы говорите. Мы были в башне магов, но бестиария Валарима там не было. О боже, думаю, я должна заплатить за эту информацию. Она передает вам небольшой кошель денег. Не самая впечатляющая награда. Вообще-то, наверное, я ошиблась. Думаю, бестиарий был в башне Патрика. Это на юге, так что туда будет легко попасть. В его библиотеке есть каталог. Прочтите его и узнаете, есть ли в ней бестиарий. 25 монет. Обалдеть. Мы с вами только что занимались всем этим за 25 монет. Ладно, давайте к Патрику сходим. Раз уж на то пошло, знаете, типа взялся за квест. Ну, так фигач его. Вдруг. Просто может быть это нас заведет в Блоск. Не, не в Блоск. В Брагу. А туда у нас уже есть квест сходить в библиотеку. Тогда нас могущественным заклинаниям магов научит. Так. Башня Патрика. У него, по-моему, вот где-то тут была библиотека. Да. Итак. Где-где каталог-то? Здесь ничего. А здесь тоже ничего. Ну, это же башня Патрика, правильно? Просто один раз я как-то перепутал адреса. Мне надо было, грубо говоря, приехать вместо А. И там сделать какое-то действие. А я вместо этого приехал вместо Б. И... Во. Это большие книги. Эти большие книги и каталоги, описывающие содержимое библиотеки Патрика. Вы проверяете, нет ли здесь копии бестиария Валарима. Ну, его нет. Окей. А вот. И, в общем-то, ну, там был а-ля... Я не могу сказать, что прям промышленный шпионаж, но что-то подобное. Мне надо было пробить конкурентов. А я приехал совершенно на другое место и пробил совершенно других конкурентов, которые даже не конкуренты были. И все потому, что у меня были какие-то проблемы дикие с навигацией. Итак. Мы были в библиотеке башни Патрика, но бестиария Валарима там не было. 50 монет. О боже. И снова мои желания отвергнуты. И снова она платит вам крохотную сумму денег в награду за услуги. В единственное место, где может быть этот том, ну, как минимум, трудно попасть. Ну, если вы когда-нибудь посетите башню Эрики, заглянете в ее книги и попробуете бестиарий Валарима, я заплачу вам, если вы скажете, есть там он или нет. Я вот прям чувствую, как она нам за это заплатит целых 100 монет. Не, ну серьезно. 25 монет, 50 монет, что это такое? Это уже уже, ну, я не знаю, если не финальные локации, то хотя бы среднеигровые. Окей. А, давайте потихоньку выдвигаться из башни магов. Ну, и как я и говорил, я могу немножко тупить, потому что, во-первых, сейчас совершенно безбожное время и утро. Ну, по крайней мере, для меня, да, вы-то смотрите, это, скорее всего, там, какое-то человеческое время днем. А, во-вторых, ну, месяц не игры в игру он все же о себе даст знать. Итак, здесь у нас есть какие-то пещерки. Ну, давайте осмотримся вокруг башни магов. О, огры. Хм. О, огры нам уже, кажется, опасности такой прям не представляют. Поэтому мы даже не будем никем заморачиваться, просто их методично вырежем. О, огненный лешен. Вот его я пропустил. Зря. Э, нет. Так. Ну, даже ману на них тратить не будем лишнюю. Попробуем разве что собрать. Не, Костя. Костя, нам не нужны. Так. Так вот. Я говорил о том, что нам бы здесь всю эту локацию изведать, потому что у нас очень-очень много темных мест на карте мира осталось позади. А мы явно уже из этого всего, ну, выросли, что ли. Ну, то есть в любом случае, мне кажется, здесь нам не будет никакой опасности ничего представлять. А чем дальше мы продвигаемся в игру, тем менее полезными могут быть какие-то ништяки отсюда. Тут заброшенный лагерь. У стены кто-то оставил или потерял сейв. Внутри вы находите флягу, наполненную некой жидкостью. Она прозрачная, зеленоватая и вкусно пахнет. Берем. О, эликсир скорости. Видите, то есть потихоньку, помаленьку сейчас что-нибудь найдем. Вы обнаруживаете большой участок пахнущей плесени в этой изолированной пещере. Вдохнув по ее спору, вы начинаете чувствовать себя мирным и легкомысленным. Она может стать ингредиентом для зелья. О, духовные травы. Ну, то есть потихоньку, и как я и говорил, мы что-то найдем. На юге пещеры находится стойный отстойник. Сточный отстойник. Даже отсюда вы чувствуете запах разлагающихся водорослей, выросших на жаре от паровых гейзеров. Гадость. Гадость-то гадость. Так. Давайте еще раз глянем на карту. Ну, вокруг Мертиса вот здесь у нас плюс-минус все разведано. А вот с той стороны ничего. Причем, это деревушка. Соты. Запад опасность. Ха. Ну-ка. Причем я упорно читал это как готы. Ну, и в принципе я представлял, какую опасность могут представлять готы. Они разбегаются. Да и убегаете нафиг. Да, кажется, вся опасность здесь уже немножко миновала. Хм. А, кстати, нежить от нас будет убегать, интересно. Они же в теории нежить. То есть страх-то знать не должны. Ой. Что это? Да уж, действительно соты. Вот какие-то маленькие такие ячейки. Оп. Фонтан бурлящей воды бьет из трещины в земле. В полумраке брызги воды кажутся драгоценными камнями. Чем больше вы смотрите, тем сильнее хотите пить. Давайте выпьем. Вода замечательно освежающая. Вы напиваетесь. А уходя вдруг понимаете, что теперь лучше чувствуете окружение. Ваши мысли чисты. Какой же ободряющий напиток вам попался? О, немножко опыта. Приятно. Ну, в общем-то, на данный момент любой халявный опыт нам будет приятен, потому что уже потихоньку нам надо очень-очень много экспы на каждый следующий уровень. Пол этой пещеры покрыт следами слизи, достаточно толстыми, чтобы поскользнуться. В конце пещеры вы видите группу, гнездо, комок, слизней, странно ползающих друг по другу. О, это же они так размножаются. У слизней происходит такая прям огромная оргия. Безмозглое создание не чувствует вас, но если такая группа распространится, она будет очень опасна. Ну, опасно, так нападем. Ох, фигаси их тут. Так, ну, Альдус, пожалуй, боевое безумие. Я даже помню, как их зовут. Вот это я молодец. И будем их немножко отстреливать. Так, а Корделия... Вот так она, наверное, сможет выйти. Да? Ох, как хорошо сейчас будет. Во. Да, и видели, как Экспа бежала типа 0, 0, 1, 0, ну, то есть дают довольно-таки небольшие значения. О. Так, а теперь Альдус, наверное, сможет прикончить большую часть этих слизняков. Ха. Черт. Они даже умудрились обжечь Мариан. Ну, и вторая молния. Ну, просто затягивать не хочется. Тут не сказать, что был какой-то героический буй интересный. Его просто надо закончить, и все. Ну, и может быть, что-то собрать? Нет. У слизняков, как всегда, ничего полезного. Слизни уничтожены. Вы продираетесь через кости и мусор, который они насобирали в своих путешествиях. Среди всего вы находите несколько монет и кусок полированной кости. Эм, кусок полированной кости. Не знаю, зачем он нам нужен, но... Может быть, когда-нибудь пригодится. Вау. Хм. А тут... Я смотрю, жилище дракона? Нет, да, другое. Куда мы пришли-то? Черт. Скорее всего, да. Интересно, это мирные драконы или нет? Северная стена пещеры выглядит как... Как-то странно. Вы обследуете ее более внимательно, но не находите ничего интересного. Ну, увы, ваш уровень знаний о пещерах оставляет желать лучшего. Жаль. Ммм. Здесь какие-то ящерки. Вдалеке вы видите отряд красных ящеров, поджидающих в коридорах. Их хорошо заметно. Сильный запах серы, доносящийся от них, является четким сигналом. Нападаем. В общем, у нас есть типа мини-цель сделать эти туннели безопасными. Поэтому мы сейчас этих ящеров всех расфигачим. Ну, и я собирался их пролить огнем. Потом понял, что... Ну, точнее, вот в первом самом заклинании. А потом вспомнил, что, ну, наверное, против ящеров-то оно будет не очень хорошо. Ну, в смысле, против огненных ящеров. Как это? Эх. Да, ну, урон, как видите, он не на нас чисто символический. Поэтому мы, наверное, даже просто вот так сделаем. Да. И ящеры готовы. Опять же, ничего за них не дают. Но зато ящеры уничтожены. Ближайшее поселение Авернитов теперь безопасно. Ну, хоть это нам, как бы, может быть наградой. Вы находите хижину отшельника. Стучите в дверь. Здесь кто-то живет, но хозяин отказывается впускать вас. В конце концов, вам это надоедает, и вы уходите. Ага. Ух ты. Что-то тут отшельников много. Вы обнаружили небольшую хижину, вокруг которой растут съедобные грибы. Тонкий дымок тянется из дымохода. Скорее всего, тут живет отшельник. Множество людей послали в Авернум из-за антисоциального поведения или враждебности. Потому эти люди продолжают избегать общественности даже под землей. Стучим в дверь. Здесь живет одинокий человек. Тяжелые условия жизни сделали его молчаливым. У него морщинистая, бледно-белая кожа. Он угощает вас грибным супом и чаем из лишайников, а по пути рассказывает о том, что происходит за пределами сот. Кажется, он не удивлен вашими рассказами о насилии и резне. В конце концов, вы собираетесь уходить. Но перед этим он предлагает вам купить брошь, которую он нашел в туннелях. Всего за 300 золотых. Давайте купим. О, цепь вихря клинков. Что это? Вы платите отшельнику и обнаруживаете, что это не столько брошь, сколько ожерелье. Оно сделано из меди, которая потускнела от времени и в целом выглядит дешево. Ну, вы уходите разочарованы. Броня плюс 1, плюс 3% шанс контратаки. Ну, ладно, продадим ее. И, а, это, наверное, та самая костяная полка, о которой нам говорилось раньше, типа полированная кость. Так. И, кстати, туннели потихоньку начинают затягиваться. Этот туннель резко уходит вверх и на запад. Кажется, он очень большой. Некоторые проходы природные, но другие, похоже, вычищены вручную. Будем знать. Туннель, ведущий вас многие километры, резко наклонился, вселяя вам надежду, что выход на поверхность уже где-то близко. Как только вы вас приняли духом, ваше спасение заблокировало обвал. Ваш процесс остановили бесконечные тонны камня, снесенного огромной магической силой. Один волшебник выжиг символ короны империи на полу, ясно показав, кто завалил выход. Еще один возможный путь спасения заблокирован. Вот так вот. Ну, да ладно. Зато мы его хотя бы искали. То есть, это не так, что, типа, мы не пытались и такие, ой, как же нам выбраться. Плюс. О. Внезапное случайное нападение. О, смотрите-ка. И эти нападения таки приносят какие-то нам плоды приятные. Может быть, даже вся пати сейчас получит уровень, если повезет. Но всегда может не повезти. Но хотя бы мы избавились от ужасного проклятия, чтобы оно не делало. У меня было местами ощущение, что оно ничего не делало. Но сейчас я вряд ли скажу это наверняка, потому что, ну, опять же, после месяца не игры сравнивать что-то тяжело. Так. Что у нас тут? О. Еще червяки. Куда-куда-куда-куда. Интересно, наша пати повелась, а то есть я говорю, типа, давайте в бой на червяков, а те ищут путь в обход. Ну, и при этом черви, естественно. А, смотрите, за них даже дают какие-то очки опытные. Мизерные, но дают. Вжух, и червей нет. Отлично. Ну, и у червей ничего не было. Они же черви. Типа, ты будешь мне писать, нет, я же кот. Оу. Слиты? Вдалеке вы видите группу слитов воинов, что разбили здесь лагерь. Видимо, солдаты Авернума их пока не обнаружили. Скверная группа, но вам по силам с ними разобраться. Хотите избавить юго-восточного Авернума от этой угрозы? Да, конечно, хотим. У нас в этом вся цель. Так. О, слит маг. Ну, извини, братан. Тебе просто не повезло сегодня. Так, слита мага первым. Заколбасим. Готов. Ну, я думаю, это тот случай, когда надо все же кидать ускорение и защиту. И благословление еще и успеем. Шикарно. И у нас, кстати, полный набор бафов просто сегодня. Да, что ж вы делаете, гады. Ну, хоть не гипноз. В принципе, я готов на что угодно, кроме гипноза. Оф. Так. Раз. Ай. Ну, вот нафиг ты дважды промазал. Давайте потихоньку наших освобождать из-за вот этих вот плотных колец слитов, скажем так. Ммм, ништяк. Ну, и я думаю, даже давайте прям бомбанем. Бомбанем по полной. О, еще и Майкрофт ускорило. А раз его ускорило, давайте еще вот так сделаем. Во. У меня такое ощущение, что визуальная составляющая вот этого заклинания и молнии у кордели одна и та же. Я, конечно, могу ошибаться, но кажется, да. Ау. Да что же вы будете делать? Такс. Ладно. Во, ништяк. А Майкрофт, наверное, чистый разум на Альдусе. Во. И мы успеем добежать до слита мага. Но, в общем-то, большего мне и не надо было. Ну, кордели, давай. Ну, и все. Остался последний чувак. Причем здесь мы даже какой-то лут, скорее всего, подберем. Давайте посмотрим, что нам достается. Нам достается куча броников. Эх. Зачем я вот это взял, я не знаю. Да, и вообще, наверное, у Альдуса потихоньку надо инвентарь зачистить. Победив, вы обыскиваете палатки слитов. В одной из них вы находите очень хороший меч. Так как слиты не сражаются мечами, его использовали в качестве инструмента. К счастью, клинок почти не пострадал. Ух ты. Жалище рапира. Плюс 5 к шансу крита, плюс 5 к шансу парирования. Еще урон адский. Ну, хотя все остальные... Блин, что мне вот в этом мече нравится. Он дает плюс к клинковому оружию, плюс к тому. А здесь у нас что? Сила ловкость. А у Карделии к урону магии. Так, а у Майкрофта? Быстродействие. Как-то не печально, придется эту штуку просто загнать. Ну, с другой стороны, нам недавно не хватало денег на заклинания. А вот мы немножко подняли денег еще. Так. Здесь у нас все изведано. Давайте вернемся, наверное, вот сюда. А, слиты. Ну, слиты какие-то подозрительно не опасные. То есть, вполне возможно, мы сюда, конечно, поздно пришли. И почему у нас Майкрофт уже получил уровень, а все остальные все еще такие ждут. А, во, Альдус. Альдус тоже получил. О, неплохо. Карделия чего-то ждет. Жаль. Ладно. Просто, опять же, хочется получить уровни всем, чтобы разом их вложить. Фонтан бурлящей воды бьет из трещины в земле. В полумраке брызги воды кажутся драгоцеды бекабдебе. Чем больше вы смотрите, тем сильнее хотите пить. Пьем. Так, вода замечательно освежающая. Ну, и так далее. Текст тот же. О, защита от мыслей. Хм. Ну, пусть, наверное, будет защита от мыслей. Ладно. Хотя такой формулировка интересная. Защита от мыслей. Типа, ну. Таким же образом, например, тупость тоже может быть защитой от мыслей. Вы стоите у входа в огромную пещеру. Вы наблюдаете удивительное зрелище, красивое и страшное одновременно. Но пещера спускается к центру, поэтому перед вами открывается прекрасный вид, несмотря на туман. В центре пещеры вы видите большое озеро, питаемое родником. Из него вода... А, из него на юг вытекает небольшой поток, где впадает в огромное лавовое озеро. А там вода с оглушительным шумом испаряется. Потому пещера не только очень шумная, но также наполнена густым белым туманом. Повышенная влажность позволяет прекрасно расти различным видом грибов. Вы уже чувствуете, как под доспехами начинает расти плесень. Не самое приятное местечко, зато восхитительный вид. Хм. Ух ты. Это мы где оказались с вами? О, это мы с вами оказались... ...между башней магов, получается. О, а там какая-то еще пентаграммка, я вижу. Обалдеть. А, ну вот, да, башня магов. То есть мы снова вернулись практически вплотную к ней. Так, а что это за пентаграммка, мне интересно тогда? Там, кстати, слизь за нами по пятам идет. Вы осторожно выходите на каменный уступ, нависший над подземной фумаролой. Прямо под вами в клубах пара бурлит большой бассейнер скаленной грязи, обещающий смерть любому, кто соскользнет вниз. На краю уступа вы заметили кем-то вырезанный прямо в камне круг из рун. А через пару мгновений над ним появилось неясное изображение. Оно начинает проявляться и двигаться к вам. Когда тень подлетает к вам, вы видите, что это демон, связанный с пектральными оковами. Ждем. Силуэт приобретает форму гигантского клыкастого демона, парящего над лавой. Его удерживают гигантские золотые цепи. Он смотрит на вас с большим презрением и говорит. Прочь, смертные. Оставьте меня наедине с моим унижением. Возвращайтесь, когда сравняетесь с Грохотом. До тех пор вы бесполезны мне. Не возвращайтесь, пока Грохот не будет освобожден из тюрьмы. Закончив говорить, он уплывает. Ха, Грохот. Я не знаю, кто такой Грохот. Со слизками мы все-таки сразимся в надежде, что Корделия за это получит уровень. Но она что-то никак не хочет этого делать. Ну как же так? Корделия. А Корделия? Давайте посмотрим. Ей надо 5 экспы. Ай. И я вместо этого вызвал какую-то срань. Ну. Ну. Ага. Черт, я лечение выбрал. Да не нужно мне заклинание. Ай-яй-яй. Ладно. Пропустим ход просто. Окей. Корделии нужно еще 3 экспы. Вот реально какая-то печальная история. О, ящеры. Давайте посмотрим, что здесь есть. О, нифига себе. Ну то есть в целом, если бы я уже не имел всех тех поразительных вещей, которые у меня уже есть. Я бы, наверное, этот меч повелся. Во, наконец-то. У Корделии уровень. Спасибо тебе, Корделия. Я уже задолбался ждать. Причем, я так понимаю, каждый раз опыт дают с небольшим каким-то рандомом. И если в течение, ну, в течение уровня тебе с этим рандомом не везет, то ты можешь оказаться, вот как Корделия, сильно оторванным от остальных. Ну, оторванным в плане по опыту. И, я думаю, давайте повысим уровень. Альдос у нас. Все еще силу повышаем. А ему, наверное, мы повысим. Контратака. Ну, контратака, на самом деле, какая-то фигня, если честно. Поэтому давайте повышать мастера клинка и быстродействие. Здесь у нас ловкость. Скоро стрелка. Гимнастика. А, кстати, вот 10% шанс начать будет с дополнительным очком действия. Мне нравится. Так, гимнастика. И, наверное, снайпер. Так. Корделия. Интеллект. Так, ну, заклинание нам больше не нужно. Тайные знания тем более. Поэтому вот так вот вложимся. И товарищ Майкрофт. Интеллект. И, наверное, тоже как-то вот здесь мы это распределим. Что ж, на этом, пожалуй, этот эпизод мы и закончим. В следующем, я думаю, мы продолжим осматриваться в этой местности. Ну, тем более, мы что-то интересное нашли. То есть, вот здесь мы нашли там какая-то пещера дракона. Здесь тоже что-то есть. Я думаю, ну, какие-то вещи будем встречать на своем пути прикольные. Поэтому оно того стоит. А пока спасибо Андрею Фиолетову. Спасибо Миша Фомину за то, что продолжает поддерживать канал. Ну, и спасибо всем вам, что еще в этот, по-моему, уже 57-й эпизод приходите, смотрите прохождение. Оно, конечно, затянулось. Но мне кажется, что, ну, условно говоря, да, давайте. Мы осмотрели верхнюю правую часть карты. Мы сейчас осмотрим нижнюю правую часть карты. Мы осмотрели левую нижнюю часть карты. У нас осталось примерно четверть карты. То есть, там, ну, не знаю, еще где-то четверть, скорее всего. Точно сказать не могу. Вот. А на этом этот эпизод закончен. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи через день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok